Всем привет, с вами Крон и новая версия World of Warplanes 0.5.1. Самое главное в ней, конечно, не то, что у меня запустилось не с первого раза, только побил половину файлов и заново загрузил. И даже не учебные воздушные бои, а новая ветка. Новая ветка развития. У нас советские истребители, легкие, яки. В реальности были очень хорошие машины, их всех любили. У них был такой хороший баланс между скоростью, маневренностью и вооружением. Посмотрим, что это будет здесь, на что эти машинки будут похожи. Подозреваю, что их будут резать, потому что они будут явно хорошими читовыми. Но, в принципе, если они будут реально по скорости такие, по маневренности, и иметь три ствола, 23 носового, подозреваю, что если у них будет такое вооружение хорошее и скорость маневренности, как в реале, то это будут машины, на которые будут летать все папки и всех нагибать. То, что реально скоростные, высотные, маневренные такие машинки, которые Вторую мировую просто рвали всех. Это, в общем, из основных изменений по самолетам, по новым веткам. Переход на И-17 у нас с Ишачка. Ну и дальше, собственно, идут Яки. Седьмые, первые и так далее до третьих. Так, кстати, у нас Яг-9 есть. Да, вот он, Яг-9Т с 30-мм пушкой на носу. Очень хорошая машинка, обязательно на нее вкачаюсь, буду на ней летать, всех нагибать. Но это уже, скорее всего, будет дело после релиза, потому что сейчас слишком много обновлений и, собственно, почти не играю. А что еще из нового? Также из таких нововведений это казарма. То есть теперь у нас экипаж живет не в самолете, теперь у нас живет в казарме. Так, только нет кнопочки казарма, по-моему, еще, да. Выбор у нас здесь находится весь. Плюс есть личное дело на каждого члена экипажа. Тоже, по-моему, новенькое у нас. Обучение на разные самолеты, пересадка в разные самолеты. То есть все ближе и ближе мы подходим к релизу. Добавлены новые умения. Так, надо бы на примере чего-то здесь много-много-много разных. Так, вот у нас чудом появляется новый самолет, в котором есть все три члена экипажа. Смотрим их умения новые. Новые умения это для всех пожаротушение. То есть позволяет быстрее тушить пожар. Для пилота это, соответственно, снайпер, который уменьшает разброс курсового вооружения. И ветеран, который позволяет лучше управлять подбитым самолетом. Для бортстрелка новые умения. Также пожаротушение, как и для всех. И меткий глаз. Ну, кстати, вот как-то не очень с названием. Все-таки зоркий глаз, меткий глаз. Пожалуй, не буду продолжать. Какие еще бывают глаза. Штурман. У штурмана, помимо также пожаротушения, появился бомбардир, который уменьшает разброс подвесного вооружения. Ну, хотя проблем с бомбометанием я ни разу не замечал. То есть бомбы летят все равно в центр крестика. И промахнуться по домику бомбы очень трудно. Ну, и, собственно, наставник, который позволяет быстрее качать других членов экипажа. Скиллы хорошие, но жаль, что штурман есть далеко не на всех самолетах. Что также новенького? Также новенький у нас боекомплект. Теперь у нас на каждый самолет есть не, как раньше, три типа ленты, а до шести. То есть стандартные бронебойные, зажигательные, там бронебойные, зажигательные, фугасные, бронебойные, подкалиберные. То есть очень-очень-очень много лент. В чем их разница основная? Основная разница это в процентах пожаротворотности пожара и в уроне. При этом урон на разных типах лент зависит от расстояния. То есть, допустим, на бронебойной лучше дамаг на большом расстоянии. Соответственно, вблизи он чуть-чуть уменьшается. На фугасных, допустим, он лучше вблизи, но уменьшается с расстоянием. То есть каждый может выбирать ленту под свой стиль боя, под ближний бой, под дальний бой. То есть кому что нравится. Ну и, соответственно, также выбирать криты. Плюс новенькие у нас модули. Модули, модули, вот эти оборудования. Теперь, помимо всего оборудования, у нас еще есть дополнительные бронелисты, которые дают 50% защиту от крита. То есть, если, допустим, стандартный крит, там, ну, грубо говоря, там 30-40%, то с этими пластинами у нас получается крит режется пополам. Плюс на некоторых самолетах, начиная, по-моему, с четвертого уровня, есть бронестекло, которое улучшает также устойчивость, но только для экипажа. Где у нас оно? А, тут нету. Вот, кстати, еще один тоже модуль. Это заполнение баков нейтральным газом, которое увеличивает скорость тушения пожара. Вообще, от пожара очень много ввели разных модулей. Это и скорость тушения пожара, плюс перки разнообразные, плюс дополнительные автоматические пожаротушения, которые сейчас у нас за токены после релиза, но это будет все дело за голду, либо за очень такое большое количество серебра. Плюс ввели новые модули. Это пневматический перезапуск, который позволяет заново стартовать погасший двигатель. Но, как видите, приближается по количеству уже к тому, что есть в танках. То есть придумывают какие-то новые модули, которых не было в танках, расширяют ассортимент модулей, увеличивают кастомизацию самолета и возможность того, что можно как бы поставить на самолет. То есть голдовая аптечка появилась. Ну, это весело, весело. То есть можно больше зарядить самолет и иметь больше шансов на победу, меньше шансов на то, чтобы сгореть. Мне это, в принципе, нравится. Что еще из интересного? Еще у нас из интересного появилась эта покупка слотов в ангаре. То есть, если раньше, как вы помните, слоты у нас в ангаре давались на халяву, то теперь слоты покупаются. Слоты покупаются, и цена стандартная. То есть это 300 токенов сейчас, 300 голды после релиза, я так думаю, будет. В акции будет 150. Жалко, что ленту все обнулят, потому что большая лента, это все-таки круто. Ну что ж. Пробуем полетать, посмотреть, что как там у нас будет. Попробую также на ТШ-1, потому что... Так, кстати, ленточку поставить какую-нибудь хорошую, веселую. Бронебойный зажигатель. Просто зажигатель. Буду всех сжигать. Попробуем так. Не мим, не жалко, 800 серебра. И полетели. Что еще также новенького? В этом патче очень сильно перебалансирована полностью вся система добычи опыта, добычи кредитов. То есть теперь по-разному все это добывается. И вернулась музыка. Настройки, по-моему, все сбились. Да, сбились все настройки. Быстро делаем все под себя. Ну что ж. После смены настройки игра сразу же вылетела. Точнее, повисла. Поэтому новый бой уже начал на новом самолете. Это, как вы видите, И-17. Покрашенный, выведенный в топ. С носовым пулеметом. Моторным. Такая весьма забавная машинка. Уже он очень сильно смахивает скорее не на И-16. Хотя и от него что-то есть. Кабина, по-моему, задняя часть корпуса. Но перед уже, собственно говоря, больше от Яка. Хотя вот дуги особенно. Красивая штучка. Посмотрим, что он делает в бою. По маневренности, в принципе, по-моему, он похуже, чем И-16. А вот разгоняется он быстро. Мне это нравится. Так, люди пошли тараниться друг к другу. Стандартно, как обычно. Хорошая дальнобойность у носового пулемета. Хорошая скорострельность у грильевых. И дамаг неплохой. Ленты стоят зажигательные. 20% шанс пожара. Вот, по-моему, только при попадании в маслобаки, в простые баки и в мотор. Немножко неудобное управление. К сожалению, пилот 50%. Но, как видите, если попадать, то дамаг сразу влетает очень хороший. Такой приятный самолет. Думаю, что и остальные Яки будут такими же. А может даже еще лучше. Надо бы даже полетать на них, пока не порезали. Готов. Приятная, приятная машинка весьма. Что еще также нового, вот именно в бою появилось. Сильно-сильно очень переработали все самолеты. То есть, напильником прошлись абсолютно по всему. Поменяли. Кому-то добавили скорость. Кому-то убрали скорость. Кому-то добавили маневр. В общем, полностью был ребаланс сделан. Также, что еще из важного. Это подвеска. То есть, теперь я специально не стал ставить ракеты на подвеску. Теперь, даже если вы ракеты отстреляли, имеющаяся подвеска все равно влияет на вашу скорость, вашу маневренность. В принципе, это правильно. То есть, висящие снаружи рамы, они мешают летать самолету. А изменены влияния высоты. То есть, теперь для каждого самолета нужно знать его оптимальную высоту. Но я, к сожалению, это не знаю. Не читал еще. То есть, нужно будет почитать, заморочиться немножко с этим. И, соответственно, если самолет летает на своей высоте, у него больше преимуществ по скорости, по маневренности. То есть, больше влияния оптимальной высоты на параметры самолета сделали. Плюс, также, из мелких всяких изменений, это то, что... Более точнее теперь точка рассчитывается. Вот это прицеливание. Такой злой Л-2. Так убить можно. Вот, по-моему, он даже немножко горел в начале. Что еще из интересного? Еще из интересного, пожалуй, то, что... Куда-то у меня пропали ФПС. Возможно, глюк Фрапса. Да, да, это был небольшой глюк Фрапса. Перезапустил его. Сразу все стало как надо. Курсовое вооружение неплохое весьма. То есть, расстояние 700 метров. А я даже умудряюсь попадать. Как видите, крыльевое вооружение дает весьма такое обширное облако. А вот носовое попадает. 600 метров. Теперь будет бить и крыльевое тоже. Сильно увеличили разброс всего оружия. Разброс оружия штурмовиков. Увеличили разброс оружия при полете вверх. То есть, теперь, если вы пытаетесь кого-то догнать, убить, когда он летит сверху над вами, то, возможно, это все закончится для вас смертью. Потому что я расслабился. По-моему, меня Михалыч начал разбирать. Последнего рака. Почему? Как? Ладно, не будем этого ила трогать. Наберем скорость и немножко. Так, еще из особенностей. Теперь, даже если у вас двигатель сломан, разбит. То есть, не как вот у меня сейчас дымится, а полностью желтый или красный. В честь и желтый, да. Можно будет все равно включать форсаж, но на небольшое время. То есть, форсаж будет, но будет немного урезан по своим возможностям. Плюс, как вы видели, очень быстро пропадают самолеты. То есть, вот этот круг, который умершись на радаре, мой самолет, видит, так понимаю, только в нем. Поэтому я не вижу абсолютно противников. И, по сути дела, Ил-2 очень быстро спрятался от меня сейчас. Плюс, также по вооружению уменьшена скорость стрельбы всех пулеметов, пушек, если они перегреты. Ну, и сильное влияние оружия на полет. То есть, чем тяжелее у вас пушки, тем хуже будет лететь самолет. И существенно хуже, чем раньше. Опа, смерть. Ну, собственно, таком я был первый нубский бой на новенькой машине. В принципе, заметно, что динамика стала другой. До этого я, допустим, чуть-чуть даже успел полетать после смены настроек на ТШ-1. То есть, да, штурмовики стали у нас лучше управляться на скорости, допустим. Но стали у них больше ХП, появилось намного больше. Стала лучше минимальная скорость. Но при этом, ну, как были пельменями с крыльями, так и остались, собственно говоря. Тем не менее, виден прогресс. В принципе, игра развивается в нужную сторону. Появилась новая веточка. Появляются интересные подарочные самолеты. На акцию дарили на 15-летие варгейминга. Смотрим, что будет дальше. Смотрим, какие дальше будут патчи. Чем нам дальше будут радовать разработчики. Потому что можно еще очень многое добавить. Подозреваю, что здесь будет ветка пешек, как тяжелых истребителей. Здесь будут у нас юнкерсы. Ждем новых обновлений. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Смотрите еще мои разные видео. На канале сейчас очень много интересного. Пока. Продолжение следует...